Отлично. Давайте поприветствуем Дмитрия Семина. Кстати, поставьте плюсики, как меня слышно. Что-то у меня индикатор не работает, а вы меня слышите? Алло, 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 слышно, отлично. Звук дошел до вас. Итак, давайте поприветствуем Дмитрия Семина, потому что он действительно... Круто. Вчера слышал? Кто слышал вчерашнее выступление Дмитрия? Мне лично, я просто еще ни разу не слышал, чтобы спикер так выступал. Мне очень понравилось. На 10+. Так что давайте по максимуму поприветствуем Дмитрия. Да-да-да, восклицательные знаки, все правильно. Дмитрий, мы тебя рады видеть в нашей конференц-комнате. Алло, добрый вечер, дорогие дамы и господа. Именно так хочется к вам обращаться, потому что каждый человек, который себя уважает при капитализме, а мы живем именно при капитализме, он уже называет себя господином. И, конечно, его задачей является сделать так, чтобы все ему тоже говорили, уважаемый господин или госпожа. Искусство продаж – это как раз та тема, которая позволяет нам с вами стать успешными и сделать так, чтобы мы были настоящими господами. И, как я сказал, на одном тренинге – господами и господарками. Ну что ж, я Дмитрий Семин, президент компании «Семин Групп». И сегодня я провожу для вас продолжение тренинга, этапы личной самоподготовки в продажах. Я не знаю, все ли люди, которые сегодня пришли, были вчера. Поэтому я сделаю краткое повторение того, что было вчера. Просто напомню. И после этого мы с вами продолжим. Единственное, перед этим давайте сделаем такую небольшую разминочку. Все-таки весь день вы работали. Я не знаю, отходили ли вы от компьютера. Надеюсь, что да. Но, скорее всего, спикеры были очень интересные. И поэтому многие так вот как сели, так и не вставали. Потрите, пожалуйста, сейчас свои ладони. Вот слышите, как я. Кому-то так ладони потрите посильнее. И затылок себе помассируйте, пожалуйста. Просто помассируйте себе затылок. Затылок, плечи немножко, плечи так правой рукой, левое плечо, левой рукой, правое плечо. Немножко вот так помассируйте, разомните. Уши тоже. Уши. Вот так. Хорошо, да. Это даст нам возможность просто лучше воспринимать информацию. Приток крови к головному мозгу. Плечами можете немножко подвинуться. Встать там, встряхнуться как-то. Ну, что-то в таком духе. Отлично. Спасибо. Ну и теперь давайте вспомним, чему, собственно, посвящен мой сегодняшний вебинар. Общая схема любой продажи, которая будет подробно освещена на тренинге 2, 3, 4 марта, она включает 6 основных этапов. Личное самосовершенствование, самонастройка, контакт, умение выяснять ценности и потребности, делать презентацию, отвечать на возражения и вопросы и завершать сделку. Из этой темы мы вчера и сегодня с вами разбираем только первую тему, которая называется личное самосовершенствование. И вчера мы с вами разобрали психологическую самоподготовку, а именно как работать со страхами и как создать успешные намерения продавца. И сегодня нас ждет аттрактивная модель поведения. Мы разберем 4 базовые вещи, которые позволят вам уверенно себя чувствовать, готовиться к встрече с клиентом и располагать клиента к себе. От английского слова attractive, притягательный. То есть это такая модель, когда личность самого продавца часто имеет большее значение для успеха в продажах, чем то, что он предлагает. И мы поговорим с вами об эффективном мышлении. Я называю это мышление орлов и уток. Это такой способ мышления, который позволяет преодолевать препятствия, обстоятельства и двигаться к цели, несмотря ни на что. Ну вот, и теперь давайте вспомним, что у нас было вчера. Первая техника у нас была, как принять страхи в продажах. Со страхами бесполезно бороться. Если вы с чем-то боретесь, вы усиливаете сопротивление. Вот сейчас сожмите, пожалуйста, две руки перед собой. Просто ладонь к ладони сделайте и сожмите изо всех сил. Прямо еще сильнее, так, ну прям, знаете, совсем так, ну вот как-то так вот. У меня аж ладони немного устали. Ох, извините, да, возвращаюсь к поведению вебинара. Так вот, вы сжали эти ладони, в этот момент у вас было некоторое напряжение. Вот многие люди так живут в напряжении всю жизнь. Почему? Они все время борются со своими мыслями, со своими страхами, так далее, сами с собой. Вместо того, чтобы направить энергию своего тела, своей психики на достижение результата, они занимаются борьбой с собой. Я вчера рассказывал, что страхи нужны, как некоторый сигнал. Эта психика нам дает сигнал, осторожно, смотри, там есть опасность для твоего выживания, будь внимателен. И принятие страхов означает, что мы говорим, спасибо, я услышал сигнал, я понял, да, я все понял, понятно все, хватит звонить, я понял уже или поняла. Психика говорит, точно, смотри, будь осторожен. Да понял я, понял, понял. Ну ладно, хорошо, нет вопросов, тогда давай, я тебя отпускаю, иди себе, решай, ты хозяин все-таки, а не я. И когда мы принимаем страхи, они снижают интенсивность эмоционального переживания на 50%. Как принять страхи? Коротко. Первое, надо зафиксировать, чего я опасаюсь. Я боюсь отказа, я боюсь того, я боюсь этого. Второе, спросить себя, как я об этом узнал, того, чего боюсь. Вот я боюсь, например, я сейчас позвоню по телефону, да, а мне скажут, не надо мне ваш товар. А как я об этом узнал, что вообще это так может случиться? Есть два варианта. Первый вариант, факт. Например, я уже звонил, и мне говорили до свидания. Второй вариант, мнение. Мнение моего ума. Он говорит, ну как я узнал, как узнал? Ну вообще фактов нет, но так же бывает. Мы тогда говорим, а бывает по-другому? Ну вообще да, бывает. Почему решил, что тут так будет? Не знаю. Ну я так думаю. Помните, что надо делать тогда? Вытягиваем правую руку вперед, вытягивайте, пожалуйста, от плеча перпендикулярно полу. Поворачиваем ладонью вверх, поворачивайте, пожалуйста. Сгибаем в локте и машем своему уму до свидания. И говорим, до свидания, дорогой. Спасибо за предупреждение, я поняла или я понял. Здесь я сама решу как-нибудь. Здесь нет прошлого опыта, это новый клиент или новая встреча, и поэтому мне опасаться нечего. Вот это называется принять страх. Окей. Напишите, пожалуйста, плюсики, кто сейчас сделал это упражнение. Вот еще раз вместе со мной. Просто хочется понять, что действительно вы отлично. Мы с вами его повторили. Так, дальше. Следующий был у нас с вами прием. Это визуализация. Мы знаем, что все вещи создаются дважды. Сначала в нашем воображении, а потом на практике. Сегодня еще мы будем с вами об этом говорить. Так вот, мы себе представляем картинку успешного результата в правом полушарии. Мы представляем себе, что клиент заключил с нами сделку, он отдал деньги, все хорошо. Никаких возражений у него не было. Сразу подписал все бумаги, контракты и так далее. Вот мы себе это представляем, встаем, закрываем глаза. Сейчас пока не вставайте, это просто техника такая. И после этого делаем технику бульдога. Кто помнит со вчерашнего дня, что такое бульдог? Каково намерение продавца? Давайте я вас проверю, насколько вы вчера запомнили. Итак, каково намерение продавца? Напишите, пожалуйста, в чате. Продать. Отлично. Так, Алексей, продать с первого раза. Ольга, продать. Александр, продать с первого раза. Продать, продать. Ага. Значит, смотрите, давайте будем точны. Иногда требуется от руководителя, от тренера, чтобы он был, ну так, немножко жесток по отношению к своим участникам тренинга. Почему? Ну, для того, чтобы они поняли, что это важно. Вот я сейчас попробую сыграть роль такого жесткого тренера и скажу вам, друзья мои, продать и продать с первого раза – это не одно и то же. Поэтому, смотрите, нашей целью является создать себе намерение «я продаю с первого раза». Не продать когда-нибудь и неизвестно с какого раза. Психика, она наш раб. Что сказали, то и делает. Поэтому именно «я продаю сейчас, не завтра, не через полгода, сейчас, сегодня». Это первое. Второе. С первого раза. Ну, почему с первого? Мы уже говорили вчера. Кто не был, вы послушаете об этом на живом тренинге. Поэтому намерение продавца «я продаю с первого раза». Это мы называем хваткой бульдога, потому что бульдог прыгает, и он с первого раза не отпускает, соответственно, того, на кого прыгнул, пока тот уже не сдался. И сейчас давайте сделаем это упражнение для закрепления. Итак, теперь, пожалуйста, встаньте. Я прошу вас встать. Еще раз встряхните плечи. Так, немножко расправьтесь. Вот. Закрываем глаза. Закрываем глаза. Я тоже стал вместе с вами. Закрываем глаза. Представляем картинку успешного результата. Клиент купил. Пожимает руку. Дмитрий, я счастлив вообще, что вы мне предложили этот тренинг. Я всю жизнь мечтал о таком тренере, как вы. И вот, наконец, мы договорились, вы проведете в нашей корпорации тренинг. Супер, я счастлив, я рад. Вот ваши все условия, вот ваш максимальный гонорар, вот вам райдер, там, проживание, питание, гостиница, все, люкс, отлично. Я такой смущенно, как бы скромно стою. Говорю, да, конечно, я буду готов провести для вас отличный тренинг. Мне пожимают руку. И вот, когда я себе представил эту картинку, я вам говорю, бульдог, и вы хватаете рукой перед собой вот эту картинку, свою, естественно. Давайте, три, четыре, бульдог, раз, притянули к себе. Теперь не буду от вас отвлекать своей информацией. Сами представьте себе своего клиента. Представьте клиента, он вас благодарит. Да, я купил у вас косметику. Да, я купил у вас биодобавки, струематериалы, там, одежду, все, что угодно. Услуги, страховку, представили себе это, с закрытыми глазами. И хватаем картинку, притягиваем к груди, раз, бульдог, притянули, отлично. И третий завершающий раз самостоятельно представляем себе картинку успешного результата, визуализируем. И делаем бульдог, раз, отлично. Спасибо. Присаживайтесь. Вот то, что вы с вами изучали вчера, да. Это техника, которая позволяет нам запрограммировать наше бессознательное на то, чтобы мы именно шли к тому, за что нам платят. Смысл бульдога в том, что мы настраиваем себя на то, за что нам платят. За продажу нам платят. Нам не платят за установление контакта и прочее. И вчера мы закончили на том, что резюмировали. Вот вы сейчас видите слайд, да. Осознать, принять страх, визуализация успешного результата и бульдог. Я продаю с первого рака. Дальше у нас идет тема подготовка аргументов к встрече. Вот этим мы сейчас уже и займемся. На этом повторение вчерашнего дня мы с вами завершаем. Ну и теперь, переходя к подготовке, я хочу сказать, что вот эта вот аттрактивная модель, от английского слова attractive, притягивать, она получила очень сильное распространение сначала на Западе, а теперь в России и получается во всем мире. Почему? Потому что продавец не видит компанию, с которой вы работаете. Он не видит продукцию. Ну, бывает продукция, которую можно показать. Например, раз, крем показали. Но опять-таки, вы разве что бы весь каталог носите? В смысле, все вживую нет. А иногда каталога с собой нет. И так далее. Продавец, даже если видит продукт, он не знает, как вы относитесь к своей профессии. И он, конечно, не знает, какой вы профессионал. Так вот эти вот четыре вещи, компания, продукт, профессия и я сам, когда мы их выбираем, то есть, когда мы видим в них плюсы, когда мы понимаем, что да, вообще супер, эта компания, вообще блеск, из нас это льется. Мы смотрим на человека, и у нас блеск в глазах, понимаете? То есть, он хочет иметь с нами дело. Бывает, человек выходит такой, и у него такая отталктивная модель, я бы сказал. Не аттрактивная, притекательная, а отталктивная. Ну, мир Бож, Бож, он подходит и говорит, колпейте у меня это, и вы такой, ой, уйди, уйди отсюда, отталкивайте, отталкивайте, да? А бывает, такой человек выходит и говорит, здравствуйте, я хочу с вами поговорить. И вы такие, ааа, за ним я пойду куда угодно. Или в этот момент, в этот момент, он продал вам себя. Сегодня мы научимся с вами это делать. Как же стать такой моделью? Надо увидеть плюсы в четырех вещах. Давайте по порядку. Итак, первое, в чем надо увидеть плюсы, это компания. Смотрите, тут есть такие нюансы. Возможно, вы уже слышали, что надо принять компанию, в которой я работаю. Я сегодня объясню вам некоторые нюансы. Смотрите, какие плюсы лично для себя вы видите в компании. Вот это важно. Очень часто, когда люди отвечают на этот вопрос, они начинают с того, какие плюсы у компании на рынке. Смотрите, нюанс заключается в том, что вы продаете себя. Блеск в глазах должен идти от вас, от ваших глаз. Облеск в глазах у вас будет натуральный только в том случае, когда вы скажете о том, что вам нравится в компании. Когда вы вспомните об этом, вы скажете, да, это же мне дают то, то, то. Напишите, пожалуйста, в чате. Маленькое отключение. Для кого мы живем свою жизнь? Вот интересно. Для кого мы живем свою жизнь? Для кого? Для себя, Лариса пишет. Ольга, для себя. Михаил, для себя. Или для себя. Что у нас сегодня сборище эгоистов, что ли? Я не понимаю. Как нам можно вообще? А как же дети? Как родители? Как жена, муж? Все для себя живут. Я вообще на них посмотрю. Отдаете. Ну ладно, хорошо. На самом деле, правильно, друзья. Потому что, когда живем для себя, если свою копилку наполнили, копилку в широком смысле. И знаний, и денег, и навыков, и умений, и любви. Вот тогда есть, что дать другим. Поэтому, конечно, сначала для себя мы наполняем. А наполнили себя любовью. Почему говорят, полюбил себя, полюбишь других? Потому что есть, что отдать. Ты понимаешь, что это такое. Мы про любовь сегодня позже поговорим. Так вот. Какие плюсы лично для себя вы видите в компании? Сначала начинаем с этого. И вот когда мы увидели для себя, мы как бы себе продали компанию. Мы понимаем, что да. Это компания, с которой я связываю свое будущее. Вы видите, я тут написал вопросы. Ответьте, пожалуйста, на них сейчас в чате. Почему вы гордитесь своей компанией? Что вас мотивирует продолжать тут работать? Обучение, развитие компетенции, возможно. Пока я говорю, вы прямо пишите. Лично вас. Что мотивирует работать в компании, в которой вы сейчас находитесь? Может быть, вы понимаете, что вы растете как профи. Там у вас идут тренинги, вы работаете с таким наставником, который вас ведет за собой. Вы учитесь с ним в поле. Понимаете? И вы становитесь каждым минутами сильнее. Это для вас важно. Может быть. Может быть, коллектив атмосфер. Например, вы такой человек. Такое любите отношения. Это все тепло, приятно. У нас эта команда. Любим друг друга. Хорошо. Ля-ля-ля. Отлично. Напишите, почему нет. В современном обществе многие люди одиноки. Можно любить работу за то, что там есть друзья. Может быть, вам нравится личность руководителя. Может быть, карьера. Вы думаете, ну там это. Это все понятно, ля-ля-ля, тополя. Мне надо вот это конкретно подняться по карьере. Или деньги. Возможно, даже такое. Некоторые могут любить работу ради денег. Представляете, тоже такие люди, которые хотят деньги заработать. Даже часто я слышал, что люди с этого начинают. Говорят, ты почему там работаешь? Как почему? А там платят хорошо. А-а-а, понятно. А коллектив как? А коллектив другим оставит. Мне деньги нужны. Я не говорю, что лучше коллектив или деньги. У каждого свое. Понимаете, да? Каждого свое. Каждый свое любит. Сейчас напишите, что вам важно. А теперь дальше смотрите. Внизу слайда совсем мало. Совсем мало. Одна строчка всего. Написано уже преимущество для клиента. Смотрите, компанию важно продать себе сначала. А потом клиенту. А вот когда мы перейдем к продукту, там будет по-другому. Как расскажу попозже. Так вот, какие преимущества для клиента. Именно для этого клиента. Готовитесь к встрече. Сядьте, посидите, подумайте. Вот я еду к такому-то клиенту. Что я про него знаю? Какие преимущества моя компания даст именно ему? Ответите отлично, будете готовы. Не ответите, тоже хорошо. Потому что задумайтесь хотя бы. Уже на встрече сможете подобрать эти аргументы. И для того, чтобы вы не перегружали. Иногда, знаете, приезжают на встречу и начинают. А у нас 500 преимуществ. Значит, сейчас вам начну рассказывать. Приготовьте подушки, пожалуйста, заспаем. И я пошел перечислять преимущества нашей компании на рынке. Мы 15 лет на рынке и пошло понесло. Друзья мои, это утомляет собеседник. Поэтому вам надо иметь такую мини-презентацию, в которой есть три аргумента. Только три. И вот выберите сейчас из того, что вы написали выше в чате, выберите именно три аргумента, продающие вашу компанию. Что больше всего? Вот что самое главное? Что самое главное? Вот смотрите. Если бы вы меня спросили про компанию, руководителем которой я являюсь, компания Serving Group. Это тренинговая компания. Вы бы спросили, что самое главное у вас? Первое, что я вам рассказал, у нас работают тренеры практики. Это главное. То есть у нас не работают теоретики. У нас работают те люди, которые сами прошли бизнес-путь или до сих пор являются бизнесменами. Так же, как и я. Я сейчас занимаюсь недвижимостью, у меня есть девелоперские проекты. Я являюсь руководителем тренинговой компании, занимаюсь инвестициями за рубеж. Кстати, наша компания сейчас ищет для себя менеджеров по продаже. И если кто-то хотел бы работать менеджером по продаже, можете потом со мной связаться через мейл или телефон в Москве. Нам нужны менеджеры по продаже. Условия там есть оклад и процент. Продавать надо тренинг. Итак, первое, это у нас тренеры практики. Второе, мы работаем на рынке, я занимаюсь тренингами с 94-го года. Это получается 19 лет. Это аргумент, что это опыт. Это не просто человек, который без года недели стал заниматься. И третий плюс компании, которые я обычно говорю людям, когда встречаюсь с ними, это то, что мы увеличиваем прибыль наших клиентов на 30-50%, а для этого достаточно посмотреть отзывы, которые размещены на сайте. Желательно в конце говорить самый главный аргумент. Так как тренинги нужны для увеличения прибыли и оборотов, я обычно это в конце говорю, что мы увеличиваем прибыль. Итак, вот вы написали деньги, честность и продукт. Пишу, история успеха. Напишите адрес сайта. Адрес сайта я вам дам в конце. Основатели с огромным опытом. У меня тоже недвижимость. Отлично. А живущие в регионах тренеры нужны? Да, нужны. Ну давайте сейчас вернемся к вебинару. Все, кто хочет сотрудничества, потом можете выйти на связь через Юлию Нижегородцеву или можете написать мне, если это по этим вопросам. Напишите три аргумента, продающие вашу компанию. Написали. Идем дальше. Значит, когда вы это приготовили, вы уже знаете, вот спросят, что вы можете сказать про компанию свою. Он скажет, у нас, во-первых, тренеры практики, во-вторых, опыт работы 19 лет, в-третьих, мы увеличиваем прибыль на 30-50%. Это должно от зубов, как от зубов отскакивать. Понимаете? Не должно быть, чтобы за словом в карман полезли. Что вы можете сказать про свою компанию? Ну, это сейчас буклет достану, да. Такой вариант не пройдет. Вы должны действительно чувствовать, что это компания ваша, что вы ее выбрали осознанно. Второй этап. Аттрактивные модели, продукт. Огромное количество продуктов и услуг мы предлагаем. Так вот, очень часто я сталкиваюсь с тем, что некоторые люди уходят из компании и говорят, знаете почему? Они говорят, мне продукт самой не очень нравится. Например, у меня кожа жирная, да, а у нас крем только для сухой кожи. Я не хочу такого. А слушай, ты крем себе что ли продаешь, хочется спросить. Ты крем же клиенту продаешь, понимаешь или нет? Какая разница, тебе нравится или нет? А в чем дело, в чем путаница? Я вам сейчас не вам сказать. Если когда речь о компании идет, прежде всего надо себе продать, потому что вы в ней видите свои перспективы. А вот когда продукт или услуга, этот продукт или услуга должен нравиться не вам прежде всего, а клиенту. Потому что он его покупает, он будет пользоваться. Согласны или нет? Второй же момент. Подходит ли он вам? И люди это часто путают. И у них говорят, вы себе купили бы? Говорят, я себе не купил бы. Или, например, она внешне говорит, да, я себе купил бы. Но внутри она там, понимаете, думает, нет, я такое бы себе не взяла. И это создает проблемы в продаже. Когда меня спрашивают так, я говорю, вы знаете, сколько людей, столько мнений. На вкус и цвет, как говорится, товарища нет. Поэтому давайте поговорим не о том, я себе купил бы это или нет. А для каких целей вы хотите приобрести тот или иной товар или услугу. И если мой продукт удовлетворяет ваши запросы, вы решите свои задачи, все, он вам подходит. И какая тогда разница, я себе купил бы или нет? Вот так я отвечаю. В этом нюанс. То есть, какие выгоды именно для клиента вы видите в продукте и услуге, которые продаете. И если вы понимаете, что продукт, услуга, которую вы предлагаете, предоставляет клиентам большое количество выгод, вот это и называется принять продукт. Понимаете, да? Не для себя принять. А принять его как бы продукт, годный для клиента. Особенно приятно принимать продукт, это дистрибьюторам виноводочных компаний. Они очень любят принимать продукт, пробуют, говорят, мне походит или нет. Ну, не знаю, сегодня есть такие или нет, давайте двинемся дальше. Какие задачи клиента решает ваше предложение? Почему именно этому клиенту нужно купить продукт именно у вас? Это тоже важно, себе эти вопросы задать. Почему именно этому, к которому я сегодня поеду, важно купить продукт? Почему именно у меня? Что я могу дать ему по сравнению с другими? Ну и наконец, в конце видите, да? Здесь, конечно, есть тоже, нравится ли продукт вам и чем. То есть про себя тоже не надо забывать, но если вам не нравится, не страшно, не себе продаете, разобрать все же с этим. Итак, тоже напишите, пожалуйста, сейчас в чате три аргумента, продающие ваш продукт. Три аргумента. Я пока вам скажу три аргумента тренингов Дмитрия Северна. Первое. Так как я закончил Мехмат МГУ, первый мой аргумент – это логичные технологии. Четко, последовательно, структурно. Первый аргумент. Второй аргумент. Воодушевление, энтузиазм. Обычно люди, когда выходят с моих живых тренингов, их прямо разрывает от энергии. Они уверены в себе, им хочется порвать весь мир, и они бегут с этими логичными технологиями и добиваются колоссальных результатов. Потому что тренинги проходят с разминками, с энергией, понимаете? Я не люблю вот это вот «ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды». Я люблю, чтобы жизнь била ключом. У меня, наверное, главное качество, потому что по жизни – это вот энергия. И третье описание моего продукта – это практическая применимость. То есть немедленно вы получаете навыки и знания, которые тут же завтра можете применять. Вот такие три аргумента я обычно говорю. Логичные технологии, воодушевление, энтузиазм, практическая применимость. Напишите три аргумента вашего продукта. Они должны тоже у вас отскакивать, как от зубов. Натурально, эффективно, сбалансированные – отлично. Наукоемкие, эффективные, инновационные – супер. Мираб пишет – качество, 100% польза, вне конкуренции. Ольга. Так, это вопрос мне. Условия тренингов за рубежом остались прежними. Не знаю, о каких условиях вы говорите, но это вопрос такой уже деловой, о нем попозже поговорим. Напишите по мейлу. Итак, двигаемся дальше. Напишите три аргумента, продающие ваш продукт. Написали. Значит, это вот вторая часть. Это вторая часть. То есть, это то, что в результате вы предлагаете клиенту. Вы приняли это. Вы увидели плюсы в своем продукте. Третье. Профессия. Бывают такие люди, знаете, они занимаются продажами и вообще продажи не любят. Ну, почему я полюбил продажи, я вам рассказывал вчера. Помните, вся жизнь – игра вовлечение. Когда я увидел и осознал, что вся жизнь – игра вовлечение, я понял, что без продаж никуда не деться. И тогда я решил стать мастером продаж. Потому что я понял, что это позволит мне и мужчина-женщина построить отношения, и, допустим, отец-сын, и руководитель сотрудники, и с друзьями, с кем угодно. Поэтому это я выбрал для себя профессию продавца. И я считаю, что несмотря на то, что я руководитель компании, все равно мне важно уметь продавать. Я езжу со своими менеджерами на встречи, я вместе с ними продаю, и я считаю, что каждый руководитель должен уметь продавать. Потому что этим он показывает пример, и он тогда на переднем крае, а не просто понаслышке управляет. Это то, что меня привлекает. Напишите, пожалуйста, что привлекает вас. Причем смотрите, развейте, пожалуйста, на две части. Первая – процессные цели. То есть, когда мы занимаемся продажами, у нас есть цели, ориентированные на процесс. Ну, в смысле, действия ориентированные такие на процесс. Например, мы ведем переговоры, и нам это нравится. Мы развиваем свою личность, мы учимся эффективно общаться. Мы там получаем какие-то дополнительные навыки. Например, изучаем Microsoft Office. компьютер, работу с техникой и так далее. То есть, у нас есть коммуникативные какие-то орг-навыки, которые мы получаем. И это нам нравится. Нам может нравиться работать в офисе. А может быть, кому-то нравится, наоборот, работать на улице. Кому-то нравится система работы. Все это то, что нам нравится, привлекает в профессии продавца. Но это не является результатом. Ну, таким, конечно, измеримым по смартам. А вот второй вариант – это результативные цели. Например, конкретная сумма денег, или позиция в карьере, или конкретная машина, или признание. Может быть, какая-то награда. Выиграли промоушен, поехали куда-то отдыхать благодаря этому. Сертификаты какие-то об обучении, о том, о сём и так далее. Вот какие у вас есть процессные цели, и какие результативные. Тоже, пожалуйста, напишите и уточните это для себя. Потому что, если вы это помните, значит, вы видите плюсы своей профессии. Если вам сейчас нужно напрячься, вспомнить, подумать о том, как, чего и где, получается, этот пункт аттрактивной модели у вас немного прогибается. И имеет смысл на эту тему тогда либо поговорить с своим руководителем, либо подумать потом ещё самому, зачем же вы этим занимаетесь. Может быть, вам поможет вчерашний день, когда там работа со страхами, и увидеть плюсы в том, что вся жизнь игра в увлечении. Ну и точно так же напишите три аргумента, продающие вашу профессию. Продающие вашу профессию. Что вы напишите в чате. Давайте я посмотрю. Знакомились с нужными людьми, гибкий график. Ольга Бутакова, убеждать и побеждать. Навыки коммуникации, Надежда пишет. Деньги, признание. Вести по переговору и выигрывать. Ирина, личностный рост, помощь людям. Вижу эффективное общение. Так, Олег, новый сайт. Вот смотрю, много процессных целей. Напишите, пожалуйста, ещё результативные, к чему вы идёте. То есть, если у вас, например, задачи. Допустим, вы хотите зарабатывать в месяц 100 тысяч рублей. Или вы хотите миллион рублей. И какие-то такие цели. Или вы хотите выиграть какой-то промоушен. Или получить какое-то признание. Стать лучшим продавцом. Дело в том, что все вещи, которые мы делаем, мы делаем, исходя из какой-то мотивации. Если у нас мотивация почему-то пропадает, нам неохота это делать. Чтобы мотивацию опять восстановить, есть только один способ. Надо вспомнить о цели. Мы вспоминаем о том, ради чего мы это делаем. Представьте себе, вы идёте по лестнице домой. Наверху, допустим, мужчина возвращается вечером домой. Его ждёт вечером жена дома. Горячий ужин. Там нежный поцелуй. И так далее. Да он уже как-то в это предвкушает. Думает, ну сейчас приду, всё класс. И вот он заходит в подъезд. Например, лифт не работает. Начинает подниматься по лестнице. А там кошка после себя что-то оставила. Он такой, ээээ, что это такое? Переступил через это, идёт дальше. Смотрит, собака там побывала тоже. Побольше немножко что-то после себя оставила. Говорит, ну вот это что ещё за номера. Дальше поднялся, смотрит, уборщица давно не убирала. Если он в этот момент смотрит на ступеньки, его внимание отвлекает. Он смотрит на проблемы, на эти. Он говорит, зачем мне это идти? Не хочу. Разворачивается, идёт обратно. Что может его побудить двигаться дальше, если он вспомнит о цели? Если он вспомнит, что наверху, на втором этаже, жена с горячим ужином и с протёртыми объятиями. Тогда да, тогда да. Поэтому мотивация – это главный двигатель. А чтобы мотивация была, надо знать цель. Хорошо. Ну что ж, мы с вами разобрали пока три составные части аттрактивной модели, а именно профессию, продукт и компанию. И теперь переходим к четвёртой части, которая завершающая, самая важная в аттрактивной модели – это я сам. На самом деле мы прежде всего, конечно, продаём себя. Именно мы рассказываем о профессии, продукте и компании. И поэтому хотелось бы услышать сейчас вашу самооценку. Хотелось бы спросить, хотелось бы, чтобы вы написали в чате откровенно о том, кто из вас считает, что вы вообще супер. Кто супер, пожалуйста, напишите в чате. Давайте я посмотрю. Итак, кто супер, напишите. Я супер. Анна. Я Катерина Чудина. Я Любовь Шокин. Татьяна. Я, 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 я. Друзья, мы не знаем, даже смотреть мне дальше или не смотреть, какие сегодня люди попались вообще. Почему такие нескромные? Не пойму я. Спрошу, кто супер, говорят я. Таких людей видели вы? Подходишь на улицу и говоришь, ты супер, да. Обычно как люди себя ведут? Говорят, ну, как сказать вам? Ну, может быть, не знаю. И так далее, да? А здесь все честно признаются. А знаете почему? Потому что сейчас это уместно. И правильно делайте, что признаетесь. Сейчас мы с вами поговорим о том, как вам действительно стать супер. Как вам стать таким человеком, который не стесняется признать самому себе, что он супер. Сделаем мы это с вами таким образом. Тут будет несколько у нас таких этапов разговоров. Прежде всего, я хочу вам сказать, что люди делятся так очень условно, можно разделить на две крайности по поведению. Первая крайность – это павлин. Это люди, которые постоянно выпендриваются. А, я вообще крутой и так далее. У меня это. Они разговаривают, как, знаете, мы в детстве такой стишок изучали. А у вас? А у нас в квартире ГАЗ. С таким человеком разговариваешь, например. Говоришь, я вот в Анталию ездил. Он говорит, да. А я уже в Италию ездил. Я вот купил машину. Какую? BMW X5. Я давно уже X6 купил. X5 у меня в прошлом году был. То есть он постоянно показывает, что он лучше. Вот вы, когда таких людей видите, вы что чувствуете? Можете поставить плюс или минус в чате. Просто плюс или минус. Что вы чувствуете? Плюс или минус. И павлину кажется, что он делает правильно. Он же показывает свои плюсы. Он еще может даже, знаете, на что? Сослаться на аттрактивную модель, которую мы только что разбирали выше. Он скажет, ну как, Дмитрий, вы же сами говорили, да? Что надо показать плюсы компании, профессии, продукты и себя. Я и показываю плюсы. Тут есть один нюанс. Этот нюанс я покажу вам, когда мы перейдем к следующему слайду. Почему он это делает неправильно? С одной стороны, да, вроде бы надо себя хвалить. Но есть один нюансик, который его подводит. Давайте пока посмотрим на другую категорию людей. Я их называю черепаха. Я специально поместил сюда фотографию черепахи, которую взяли в руку. Видите? То есть как только на нее обратили внимание, то есть взяли в руку, сразу черепаха спряталась под панцирь. Видите? Не видно ни лапок, ни головы. Она как бы рассъежилась. Вот люди черепахи такие, у них спрашиваешь там, как ты вообще? Ты супер или нет? Они всегда говорят, нет, 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 никогда. На тренинги даже никогда не скажут. Я понимаю, конечно, на улице подходишь человеку, ты молодец, ты супер. И он говорит, я супер, я молодец. Хочется сказать ему, на огурец, не болтай. А вот если, например, вы берете человека на работу, берете секретаря и говорите, сколько ударов в минуту печатаешь? Она говорит, не скажу. Это почему ты не скажешь? Потому что вот это я делом докажу. Чего языком болтать? Нет, ну вы скажите, сколько умеете печатать? Слепой метод освоили или нет? Знаете ли программу там по печати слепым методом? Я не скажу. Вот возьмете, потом расскажу. Вы будете такого человека брать? Нет, не будете. Это и есть две крайности. Первая крайность. Человек-хвостун, павлин. Вторая, человек-скромняга, черепаха. Спрятался, ничего от него не дождешься. Перед тем, как раскроем, почему это происходит, вопрос, для чего люди так ведут себя? Как вам кажется? Вот на эту тему хотелось бы, чтобы вы сейчас подумали и написали ответ в чате. Для чего люди так себя ведут? Как это ни странно, причина одна и та же. И у павлина и у черепахи. Они себя ведут одинаково. Для чего они так ведут? Показать себя лучше. Привлечь внимание. Да, друзья, действительно, совершенно верно. Они ведут себя так, потому, что они хотят в широком смысле этого слова хорошо выглядеть перед нами. Потому что павлин считает, что он будет хорошо выглядеть тогда, когда он покажет свои достоинства, распушил хвост, что называется. А черепаха, когда она не покажет, когда она покажет нам, что она скромная, у нее такое представление об этом. она считает, что человек должен быть суперскромным, и тогда он приличный, тогда он интеллигентный, тогда он выглядит хорошо. И тот и другой это делает для одной цели, чтобы хорошо выглядеть. А при чем тут хорошо выглядеть? Казалось бы, почему это присутствует и у черепахи, и у павлина, и на самом деле у всех других людей? И вот тут мы сейчас с вами подошли к очень важному месту в этом семинаре. Мы сейчас с вами узнаем главную кнопку, которая позволяет влиять на поведение других людей. И не просто влиять на них, а еще и управлять им, этим поведением. Смотрите, в буддизме есть такая история, как Будда стал просветленным. Он сидел на берегу реки и медитировал. Мимо проплывала лодка, которой ученик обучал, вернее, мастер обучал ученика натягивать струну на музыкальном инструменте. И Будда услышал, мастер говорил, никогда не натягивай струну очень туго. Не зазвучит. Ну и слабо нельзя натягивать, будет как тряпка болтаться, ни туда, ни сюда. Надо натягивать не туго и не слабо, примерно посередине. Тут на Будду снизошло озарение. Он понял, что истина, гармония в этом мире находится посередине. Для того, чтобы проверить свою догадку, он, обратившись к создателю, поместил чашу, из которой пил в реку, и сказал, если я правильно все понял, пусть чаша поплывет против течения. Как говорит легенда, чаша поплывет против течения, и он стал просветленным Гаутамой Будды. Вся суть буддизма сводится к тому, к одной простой фразе, истина посередине. Так вот, люди, когда кидаются в крайности, черепаха или павли, они на самом деле в них кидаются потому, что они этого не осознают. Почему они кидаются в эти крайности, сейчас я вам расскажу. Просто пока хочу показать, что даже если мы с вами осознали, что мы кидаемся в крайности, мы уже можем себя вернуть в середину. Например, еще две типичные крайности. Это так называемый продавец-мудрец и продавец-глупец. Продавец-мудрец, я их иногда называю ботаниками. Этот человек очень много знает, но ничего не делает. Он все время постоянно учится, 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 и всегда ему кажется, что он не готов к продажам. Толку нет. Продавец-глупец, это человек, который много делает бездумно. Почему глупец? Потому что не думает. Он говорит, я не хочу это читать, читать, я только делаю, делаю, делаю. Зачем изобретать велосипед, дорогой? Уже изобрели. Истина посередине. Так вот, почему же люди стремятся хорошо выглядеть? И что это за главная кнопка, которая позволяет управлять любым человеком? Я думаю, что вот этот слайд, скорее всего, намекнет вам на то, что же это за главная кнопка. Если кто-то читал Фрейда, вы, наверное, помните, что он писал. Что все, что делает, практически все, что делает человек, управляется его сексуальными потребностями. Как говорят современные психологи, Фрейд ошибался только в одном слое. Практически. Все остальное было правильно. Но если вы думаете, что речь пойдет о сексуальных потребностях, и это и есть главная кнопка, то это не так. Эту фотографию я поместил просто для того, чтобы показать, как люди стремятся хорошо выглядеть. А теперь давайте, внимание, правильный ответ. Итак, что же за главная кнопка, позволяющая управлять любым человеком? Это его желание хорошо выглядеть. Желание хорошо выглядеть в широком смысле слова. Что я имею в виду? Смотрите, главная цель любого живого существа это выжить. Что амеба, ей важно выжить, что тигр, что человек. Если человек не выжил, то все свои цели он может оставить своим детям и внукам. Бесполезно. Я думаю, согласитесь. Так вот, для того, чтобы выжить, так как мы с вами живем в социуме, мы стремимся в широком смысле, не только внешне, хорошо выглядеть. Например, мы получаем для этого образование, мы получаем некоторый опыт работы, мы получаем знания, мы действительно делаем себе прическу, покупаем одежду, там ходим к стилисту и так далее. Мы стремимся хорошо выглядеть. Почему? Потому что, если мы выглядим хорошо, то тогда мы выживем. Если я выгляжу хорошо, как менеджер, меня возьмут на работу. Если я выгляжу хорошо, как руководитель, у меня будут работать. Если я выгляжу хорошо, как продавец, в широком смысле, то есть я понравился клиенту не только внешне, но и тем, что предлагаю нужный товар, нужную услугу и так далее, то в этом случае клиент у меня что? Купит. А когда он у меня купит, у меня будут деньги. А когда будут деньги, я что? Выживу. Как говорили в известном фильме, жить хорошо, а хорошо жить еще лучше. Первый уровень это бьемся за выживание, а потом уже улучшаем, улучшаем и улучшаем. Поэтому получается, что от природы эволюции заложено в нас стремление выжить. И оно в социуме трансформируется в желание хорошо выглядеть. Как этим пользоваться? Ну, во-первых, когда вы начинаете становиться павлином или черепахой, вспомните, что это действует в вас инстинкт, что эта кнопка включилась, что вам природа как бы говорит, смотри, ты должен хорошо выглядеть. Но помните, я вам сказал, что человек, который павлин, он делает ошибку, есть нюанс. В чем нюанс? Нюанс в том, что он не знает правила буддизма, истина посередине. Нюанс заключается в том, что он перебарщивает, он слишком выпендривается, и тогда он выглядит как лоха. Поэтому, чтобы выглядеть хорошо, важно иногда, там, где нужно, если вас берут на работу, надо сказать о своих хороших качествах. Если вы рассказываете о продукте, важно сказать, но не переборщить, потому что тогда вы говорите, а клиент молчит. А клиент, это тоже человек, и у него тоже какая потребность, главное, тоже хорошо выглядит. И поэтому, что он хочет? Он хочет сам перед вами самовыродиться, самоутвердиться, показать, что вы знаете, я вот думал, мне нужно это, это или это. И вот вы, наконец, мы с вами встретились, дайте-ка я вам расскажу. А вы у него, например, и забрали эту возможность. И он такой сидит, и вы еще, знаете, бывает, вы, наверное, видели таких продавцов, которые так себя ведут, что они клиенту говорят, сейчас я вам скажу, что вам надо, вам надо вот это, вот это и вот это. Смотрите, они угадали потребность, а клиент недоволен. Кто может мне ответить на вопрос в этом примере, почему клиент недоволен? Еще раз расскажу, вы напишите ответ в чате. Смотрите, я прихожу к клиенту и говорю ему сразу, там, два-три слова мы пообщались, я говорю, вы знаете, я понял, вам нужно вот это, раз, два, три. И попал в точку. А клиент недоволен. Почему клиент недоволен? Почему он недоволен? Потому что ему не дали высказаться, выбор сделали за него. Да, конечно, потому что клиент хочет, чтобы он был умный. А умный в данном случае кто? Продавец. Продавец обо всем догадался, умник такой нашелся. И отобрал у клиента возможность, в кавычках, выжить. Природа-то никуда не делась. Она ему говорит, ты должен быть умным. Поэтому мое правило такое, клиент всегда умный, а не я. Я только задаю вопросы человеку. И он сам отвечает на вопросы, сам делает выводы, и тогда умный он. И когда умный он, вот тогда мы идем в ладу с законом природы, с законом выживания. Он говорит, ну да, да, вот так вот, вот так вот, и вот так вот. Самоутвердился, такой довольный. Вы просто спрашиваете, даже если вы догадались первой. Потому что вы знаете этот закон, и вы хотите быть умнее. И вы говорите, поэтому, как вам кажется, может быть вот это вам подойдет, а может быть вот это, а может быть вон то. Клиент говорит, ну вот это так, вот я вижу такие-то, такие-то составляющие. Говорите вы, посмотрите, как вам это? Кто решение принимает? Он. Он смотрит и говорит, да-да-да, вот я считаю, что вот благодаря этим составляющим это мне выгодно. Отлично, говорите, давайте заверну. То есть он принял решение. Люди не любят, когда им продают. Люди любят, когда они сами покупают. Я думаю, вы читали такую фразу в книгах. Она построена именно на этом законе выживания, на желании хорошо выглядеть. Как этим пользоваться? Пришли к клиенту, свое желание выпендриваться, раз кулачок сжали и в кармашек положили. За это не платят. Истинно посередине. А клиенту наоборот дали повыпендривать. Делали ему комплименты, подняли его, ну как бы словесно, да, задаем ему вопросы, пусть он сам догадывается. И это вот такой общий принцип. Более подробно мы с вами разберем это, конечно, на живом тренде по продажам, но сейчас я надеюсь, я основные моменты донес вот этого принципа. То есть клиента поднимаем, а сами много не выпендриваются. Это и есть главная кнопка. Кому эта кнопка понравилась, кто считает, что ее можно использовать, тоже поставьте, пожалуйста, плюсики, чтобы я видел обратную связь, что мы друг друга поняли. Хорошо, благодарю вас. И мы с вами двигаемся дальше. У нас четвертый пункт аттрактивной модели, это я сам. И первый в трех пунктах мы с вами разобрали плюсы компании, плюсы продукта и плюсы профессии. Четвертый пункт называется «Я сам». Значит, мы должны поговорить о своих плюсах. Но перед этим я рассказал вам про то, что есть люди павлины, есть люди черепахи. Почему я рассказал про это? Потому что раньше, когда я это не рассказывал, переходил к четвертому пункту и говорил, ну, друзья мои, а теперь расскажите, какие плюсы у вас. Сразу была тишина в зале. Я говорю, ну, почему же вы не рассказываете о своих плюсах? Люди такие, ну, неудобно, ну, как-то это. И так далее. То есть все становились черепахами. Сейчас я специально сделал такое вот видение, чтобы показать, что неплохо рассказывать о своих плюсах. Это неплохо. Плохо, когда мы неуместно рассказываем о своих плюсах. Понимаете? Вот когда на улице просто так кричите, неуместно, а когда на работу устраивайтесь, уместно, нужно даже. Так же, как и на тренинге. Но перед тем, как поговорим о плюсах, давайте поговорим немного о минусах. Хотя, я думаю, вы уже готовы писать о плюсах. В чате сейчас напишите, у кого какие есть недостатки. Ну, кратко напишите, что, какие у вас есть недостатки. Или вообще можете написать, там вообще у меня есть. Не хотите, например, раскрывать какие? У меня есть. Ну, давайте посмотрим. Итак, какие есть недостатки? Лень, нерешительность, Ольга, долго спать, курю, ленивая, нерешительность, решительность, лень, нерешительность, у меня есть, не понимаю еще, грызу ногти, лень и так далее. Есть, 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 пить. Ой, извините, это не то. Лень и так далее. Да, друзья мои, тяжелая мне аудитория попалась. Даже не знаю, продолжать ли дальше вебинар. Есть ли у вас только недостатков? Как собирать успехов в продаже-то достичь? Обалдеть можно просто. Ничего себе недостатков. Ладно, раскрываю вам маленький секрет. Через 5 минут буквально у всех у вас исчезнут недостатки. Кто этого хочет? Поставьте подсветительный знак. Все вы станете без недостатков, гарантирую. Потому что у меня недостатков нет. И я сейчас вам расскажу, как вам сделать так, чтобы недостатков не стало у вас. Может быть, кто-то из вас подумает сейчас. Ничего себе, Дмитрий Семин, немного ли на себя берешь? У тебя нет недостатков, видите ли? Каждому есть чем совершенствовать. Безусловно, мне тоже есть чем совершенствовать. Просто вопрос в том, что мы называем недостатками. Итак, внимание на следующий слайд. Смотрите, что означает подход «У меня нет недостатков». На самом деле, если, например, я уронил ручку на пол, как вам кажется, это хорошо или плохо? Это никак. Я могу сказать, что то, что я уронил ручку на пол, то, что это хорошо. Потому что это пример, который я могу продемонстрировать. В ней стряхнулись чернила, благодаря этому будет лучше писать. Она позволила мне размяться. Я могу сказать, что это плохо. Потому что люди, которые это увидели, подумают «Неаккуратный» или «Небрежный» или «Неловкий». И я могу плохо выглядеть в их глазах. На самом деле, произошел простой факт. Ручка упала на пол. Как ее оценить, вернее, как это действие оценить, зависит от нас. Так вот, с недостатками примерно то же самое. Смотрите. Я избавился от недостатков, когда я стал нейтрально оценивать свои качества. Даже слово «оценивать» может быть не совсем правильно. Просто я их описал, что у меня есть. Я заменил слово «недостатки» на слово «достатки». В русском языке такого слова нет, поэтому я написал вам те слова, которые существуют. Например, достоинства, характеристики, особенности, свойства личности. У каждого из нас есть какие-то свойства. И мы их можем рассматривать в зависимости от ситуации. Если я на работу пришел и я хвастаюсь, это правильно. Если на улице кричу «Я молодец», могу получить в ответ огурец. Это неправильно. Мы еще в школе проходили, что все относительно. Эйнштейн нам открыл в свое время глаза. Человек, который едет в вагоне поезда, относительно вагона он в покое. Относительно земли он в движении. Все относительно. Так вот, когда мы говорим про недостатки, самое плохое в этом то, что мы обобщаем частный случай. Мы ставим на себя клеймо, печать. И психика это воспринимает. И если она считает, что мы человек с недостатками. Помните, вчера фломастер ручку подбрасывали вверх-вниз. Всегда мы идем либо к жизни, либо к смерти. Либо вверх, либо вниз. Если она решает, что мы человек с недостатками, то она нас начинает программировать на смерть. Поэтому люди могут заболевать и раньше умирать. Потому что если они с недостатками, они не нужны, значит. Эволюции нужны только сильные люди. Выживает сильнейший закон. Изучали в школе. Соответственно, зачем слабаки? Не надо, не надо. А кто признал, что слабак? Сам признал. Ну ничего себе, сам себя подставил. Как же быть тогда? Хвастаться, говорить, что у меня только достоинство. Другая крайность. И напомните, где? Посередине. Важно замечать свои качества и использовать их в той или иной ситуации. Вот это и есть способ, благодаря которому я избавился от недостатков. Приду вам пример. Я уже говорил, что особенностью моих тренингов и вообще моей личности является энергичность. Если, например, я проявляю лидерские качества или веду тренинг, эта энергичность превращается в лидерство, веду людей за собой. Но если, например, я с кем-то ругаюсь, это может превратиться во что? В агрессивность. Это будет так называемое отрицательное качество, недостаток. На самом деле это не недостаток. У меня есть энергичность и мне нужно понимать, когда ее и где использовать. Если на меня нападает на улице хулиган, так может быть и надо проявить там агрессивность. А если я разговариваю со своим близким или сотрудником, то тогда, наверное, все-таки не нужно проявлять агрессивность. Нужно проявить другое качество, такое как понимание. Умение лично развиваться – это умение замечать, какие у меня есть качества и где я их использую. Так вот, сейчас мы с вами сделаем такое упражнение. Напишите, пожалуйста, пять ваших качеств, благодаря которым вы до сих пор добивались успеха в разных областях жизни. Ну вообще все равно. Пять качеств прямо в чате. Например, вы можете написать качество такое, как терпение. Вот вы умеете варить борщ, потому что вы можете резать лук, не боитесь, что у вас слезы льются из глаз, у вас есть терпение. Благодаря терпению вы там 10 раз, например, поступали в институт, не могли поступить и, наконец, поступили. Помните историю Силвестера Сталлоне? Много лет он на задворках Голливуда пытался пробиться, работал уборщиком, пока, наконец, ему дали снять первый фильм. По-моему, лет 10 он пробивался. Хотя, конечно, более ценным является не терпение, а принятие. Ну, в общем, напишите пять качеств. Пока вы пишите, я, для примера, вам назову свои пять качеств, которые мне помогают в жизни добиваться успеха. Почему я считаю себя, что я супер, да? Потому что у меня есть такие качества. Первое – уверенность в себе. Второе – логичность. Хорошо это или плохо? Логичность. В общем случае, это, опять-таки, никак. Для меня хорошо, потому что оно у меня есть. Я благодарю себя за это. А, например, у вас есть эмоциональность. Что лучше логичность с эмоциональностью? Для меня логичность, почему она у меня есть, я могу на нее опираться. Для вас эмоциональность, почему она у вас есть. Каждый опирается на свое качество. Если мы начинаем переделывать себя, говорить, ой, у меня недостатки, я не такой логичный, как он, например. Мы начинаем бороться сами с собой. Помните, я вам вначале делал упражнение руки сжать ладонь к ладонь, да? Нет смысла бороться. Важно принять себя таким, какой ты есть. Важно осознать, что у меня есть качества, опираясь на которые, лично я добиваюсь успеха. И поэтому вот это все сочетание, набор этих качеств я называю «Я супер». Итак, мои качества. Уверенность в себе, логичность, чувство юмора, настойчивость и гибкость. Гибкость. Вот это мои качества. Смотрим, какие у вас. Так, «Я супер». Энергичная, легко обучаемая, ответственная, обучаемость, терпение. Евгений, логичность, коммуникативность. Валерий, убедительность, уверенность, профессионализм. Смотрите, важно написать именно пять качеств. Если написали вы, например, только три, да? Это значит, вы давно не обращали внимания на себя любимого. Это значит, что имеет смысл вообще подумать немножко о том, что где же некачества-то? Почему их нет? Почему вы их не помните? Окей. И теперь, когда вы написали вот эти пять качеств, давайте сделаем такое упражнение. Встаньте, пожалуйста. Скрестите у себя руки на груди. Руки на груди. Вот видите, как девушка на слайде. Положите руки на грудь. И скажите себе, «Я супер». Прямо вслух. «Я супер, потому что у меня есть пять качеств». Вот я вам покажу, как это делаю я. Итак, вставайте, пожалуйста. «Я супер, потому что я уверенный в себе, логичный, чувство юмора, настойчивый и гибкий». И каждый раз постукиваете себя по груди. Это такой якорь у вас появляется. То есть вы, когда потом будете себя просто постукивать, у вас психика сразу будет вспоминать, что да, вы на самом деле достойный человек, потому что у вас есть эти качества, опираясь на которые вы достигнете успехов. Итак, сделайте, пожалуйста, этот. И после этого присаживайтесь и напишите в чате, как вы себя теперь чувствуете. «Я супер, потому что у меня есть пять качеств». «Отлично, отлично. Я супер. Отлично. Хорошо. Смотрите. Вот таким образом мы фокусируем свое внимание на том, что мы можем использовать наши качества в плюс. Помните, я вам говорил, что нет разницы, вернее, нет на самом деле качеств положительных или отрицательных. Если бы мы, например, сейчас сделали с вами упражнение, в котором бы наши качества сформулировали как минусы, мы были бы совсем в другом настроении. Где же правда? Все-таки минусы у нас или плюсы? Правда в том, что у нас нет ни минусов, ни плюсов. У нас просто есть качества. Если уж мы хотим себя наполнить позитивной энергией, которая дает нам силу для встречи с клиентом, тогда имеет смысл интерпретировать свои качества как плюсы. Вот таким образом я избавился от недостатков. И теперь поздравляю, недостатков нет и у вас. Поздравляю вас с этим. Ну и давайте подведем мини-резюме аттрактивной модели. Что у нас с вами получилось? Итак, аттрактивная модель – это когда мы принимаем, то есть видим плюсы в четырех вещах. Первое. Я супер. Бьемся в грудь, кладем руки прямо сидя. Я супер, да? Потому что у меня там есть пять качеств. И может быть на самом деле у вас по 25 качеств. Второе. Компания супер. Почему компания супер? Потому что мы там вначале написали, какие у нас есть плюсы, что нам она дает там, обучение, развитие и так далее. Третье. Продукция супер. Почему продукция супер? Потому что она удовлетворяет клиентов. Может быть она нравится мне, может быть не нравится, главное чтобы клиентам удовлетворялось. Профессия супер. Почему? Потому что вся жизнь игрового влечения, я все эти навыки могу использовать у себя дома и так далее, и так далее. И вот когда вы делаете вот эти четыре якоря, я супер, компания супер, продукция и профессия, причем не просто так, а вы реально понимаете, почему это мы с вами подробно разобрали. Вот в этот момент тогда действительно вы предстаете перед клиентом целостной личностью. Вы выходите перед ним, и он говорит, за ним я пойду куда угодно. Потому что в этот момент он чувствует, что на бессознательном уровне вы гордитесь своей компанией, продукцией, профессией, и поэтому вы супер. И он хочет с вами иметь дело. Вот что такое аттрактивная модель продаж. Ну и теперь я хочу сказать вам, что вообще вся структура у нас личной самоподготовки, самонастройки, она состоит из трех частей. Мы с вами уже разобрали я супер, это вот только что было. Вчера мы с вами разобрали бульдог. И на самом деле между ними есть еще одна составная часть. Я супер, это мы себя подготовили к встрече, то есть мы вспомнили про плюсы, настроили себя, что да, я смогу, отлично, все, ударили себя в грудь, готов. Потом бульдог, к этому и сделку заключили. А между этим что? Между этим есть некоторые действия. И вот когда мы действуем, иногда возникают проблемы, обстоятельства, сложности. И вот как с этим справляться, буквально скоро мы с вами как раз и поговорим. А именно сейчас. Есть два способа анализа любых ситуаций. Первый способ, я называю способ орла. Это способ психологии, называется позиция ответственности. И второй способ, способ утки. Психология этот способ называется позиция жертвы. Давайте разберем, что это за способы и каким образом они позволяют нам действовать. Вот каким образом они позволяют нам вот тут в середине действовать, так, чтобы с большей вероятностью добиваться успеха или с меньшей вероятностью добиваться успеха. Итак, что такое позиция орла и утки? Позиция орла и утки. Начнем с утки. Утка это такая позиция, такую позицию занимает человек утка, когда он говорит да, но. Когда он считает, что обстоятельства выше него. Вот видите на картинке, одна девушка, и она видит другую, и у той ноги длиннее. Выше нее. Выше. Понимаете, да? Выше. Когда обстоятельства выше, такой человек считает себя маленьким, он считает как бы себя жертвой обстоятельств. Типа я маленький, а обстоятельства больше. Приведу пример. Да, я бы продал, но у клиента не было денег. Да, я бы продал, но в стороне кредит. Да, я бы продал, но клиент не взял с собой печать. Да, но клиенту надо посоветоваться с юристом. Да, но, да, но, да, но. Смотрите, когда мы уже с вами разобрали главную кнопку, желание хорошо выглядеть, да, мы теперь уже понимаем, почему это происходит. А почему это происходит? А вот оно что. Каждому человеку надо хорошо выглядеть, в том числе и утке. И утка не может получить результат. Поэтому, чтобы хорошо выглядеть, она достраивает результат, вернее, отсутствие результата красивой истории. Вместо результата продажа, бульдок, утка приносит результат «я поговорила с клиентом» или «я встретилась с клиентом». Это же другой результат, согласитесь. Но чтобы она плохо не выглядела, закон выживания работает, она рассказывает историю, перекладывает ответственность, стрелочки переводит. «Да, я бы продала, ну, обстоятельства, понимаете?» У нее фокус на обстоятельствах. Это позиция утки. В результате она сама себя обманывает, потому что ей кажется, что она выглядит хорошо. Какое-то время да, в своих глазах. Но мы, когда с вами общаемся с утками, мы же понимаем, о чем речь. Когда перед вами выступают утки, поставьте, пожалуйста, плюсики, кто понимает, что на самом деле они просто оправдываются? И теперь, более того, вы понимаете не то, что они просто оправдываются, вы еще и понимаете, почему. Потому что каждому человеку хочется хорошо выглядеть. И вот они просто таким образом решают этот вопрос. Решают эту задачу выживания. Теперь, что мы говорим про уток для проуток? Ведь среди вас-то нет таких людей, согласны? Среди вас есть люди-орлы. Ну, ладно. Согласен, не все из вас-орлы. Некоторые из вас-орлицы. Так вот, орлы и орлицы. Какая у них позиция? У них фокус на цели. Видите, девушка держит в фокусе цель на слайде. У них позиция такая. А что если? Они говорят, ага, обстоятельства возникли, да? У клиента нет денег. А что если предложить ему отсрочку платежа? А что если предложить ему позвонить в банк, чтобы деньги перевели и подлинал? А что если я поеду к нему домой и заберу деньги? А что если я посижу подожду, пока деньги подвезут? А что если? А что если? А что если? Скажите, пожалуйста, человек, который занимает позицию орла, то есть он ищет пути, он занимает позицию человека, который считает, что результат зависит от него. Он всегда цель достигает? Напишите мне, пожалуйста, в чате. Всегда ли орел достигает цель? Всегда ли орел достигает цель? Пишут да, часто. Смотрите, на самом деле не всегда. Правильный ответ чаще. Потому что если бы всегда, это был бы вечный двигатель. Говори себе, что если, и все, и все будет хорошо. Такое не бывает всегда. Но я с вами полностью согласен, что у орла больше шансов. Потому что кто ищет, тот находит возможность. А кто, соответственно, не ищет, тому нечего пытаться. Помню, когда я учился в университете, я и мои друзья ходили на экзамены, даже когда ничего не знали. Почему? Мы знали, что если мы пойдем, есть шанс сдать. Если не пойдем, точно не сдадим. Абсолютно железно. Поэтому позиция орла более продуктивная. И когда мы фокусируемся на цели, мы не видим обстоятельства. Такой человек, он не наивен, он видит боли, проблемы. Но он просто на ничто не фокусируется. Вот. В результате получается следующее. Что человек, жертва, утка, он расстраивается. Он обвиняет весь мир в том, что все плохо, ничего не получается. И испытывает чувство вины и негатив. Человек ответственный. Он признает ответственность за результат. Свою. И он понимает, что он сделал лучшие выборы из тех, которые мог сделать. Он сделал то, по максимуму, что мог сделать. Другие выборы он не сделал, просто потому, что он их не видел. У него их не было значено. И исходя из этого, он получает уроки, анализирует их и двигается дальше. И понимаете, если вам нравятся чувства, которые у вас возникают после позиции орла, а вы выбираете быть как утка, это просто ваш выбор. Это просто привычка. Однажды поняв это, и каждый раз перефразируя, как только у вас возникло дано, а что если, вы со временем воспитаете в себе новую привычку быть орлом. И когда вы воспитаете такую привычку, вы станете другим человеком. Я думаю, что на самом деле, каждый из тех, кто на семинаре, сейчас находится, на вебинаре, уже орел. Потому что вы взяли на себя ответственность за то, чтобы развиваться и учиться. С этим я вас поздравляю. Если у вас будут коллеги, или друзья, или сотрудники, которые будут занимать позицию утку, просто спросите у них, хотели бы они сами общаться с людьми, которые утки. Спросите у них, к чему приводит такая позиция. Да, ты рассказала красивую историю, и что? Как мы продвинемся к цели? Что это нам дает? И предложите им позицию, а что если? Позицию орла. Ну и для того, чтобы закрепить это, давайте мы с вами сделаем такое упражнение. Сейчас я прошу вас опять встать. Встаньте, пожалуйста. Вот. И расправьте руки в стороны. Поднимите на уровне плеч в стороны, да. Почувствуйте себя орлом, как будто у вас крылья такие. Вот орлы летят. Помашите руками вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Вверх, вниз. Все эти упражнения я делаю не потому, что я давно не был в детском саду, а потому что в теле, когда мы запоминаем, в теле, если мы когда-то ездили на велосипеде, то мы умеем ездить до сих пор. Когда мы делаем упражнения через тело, мой тренинг наполнен, вот живой тренинг, такими всякими вот штуками, якорями и так далее, мы запоминаем через тело, чтобы через 2-3 дня выйти с тренинга и полностью быть готовым к продажам, а не потом еще читать все годами. Потому что тело запоминает эти жесты. Поэтому, если кому-то кажется смешно или что-то еще, спросите себя, вам что важнее, продавать или хорошо выглядеть? Смешно, это значит страх выживания. Он говорит, смешно, детский сад. Вопрос не об этом. Вопрос эффективности. Итак, еще раз. Расправили крылья, почувствовали себя орлом. И теперь делаем все вместе. Смотрите, скрещиваем руки на груди. Я супер. Компания супер. Профессия супер. Продукция супер. Ударили себя в грудь. Машем руками. Орлы, летим. Видим впереди цель. Вот она у нас там цель. Я продаю с первого раза намерение. Сложности возникают. Орлы плывут. Знаете, как кролем плавают, да? Начинаем огибать препятствия. Так вот руками, как будто плывем кролем перед собой. Раз, два. Раз, два. Орлы плывут, да? То есть огибаем. А что если так? А что если так? Ищем способы. Ищем, 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 ищем. Не останавливаемся. Держим в фокусе цель. И наконец, как орел камнем, бульдогом падаем на цель. Расправили рукой. Я продаю с первого раза. Хоп. Вот он наш бульдог. Еще раз. Я супер. Орлы. Орлы плывут. Бульдог. Расправили. Все схватили. Вот и вся самонастройка, друзья мои. Присаживайтесь, пожалуйста. Делая эти простые упражнения, вы сможете легко восстанавливать память и весь семинар. Вы сможете буквально за одну минуту настроить себя. Это практическая применимость того, что мы изучали. Потому что все, что вы слышали, оно все вам запомнилось. Это память устроена ассоциативным образом. Чтобы вытащить это из памяти, надо сделать вот эти жесты. Вы делаете всего-навсего эти 3-4 жеста. Сколько у нас там получилось, да? Я супер. Орлы. Орлы плывут. И бульдог. И все вспоминайте. Это и есть то, что будет вас приводить в состояние эффективной личной настройки, которая поможет вам больше продавать. Кому понравился вот такой подход, пожалуйста, напишите сейчас в чате, насколько вам понравилась вот такая методика запоминания через тело. Вот. Ну и теперь несколько слов я скажу, пока вы пишете в чате про тренинг, который будет 2-3-4 марта. И потом мы с вами сделаем еще одну финальную вещь, завершающую на сегодняшний вебинар. Значит, что вам даст участие в тренинге продавец-делец? Как я вам уже говорил, бывает продавец-мудрец, он знания собирает, бывает продавец-глупец, он делает бесполезные действия, а бывает продавец-делец, который зарабатывает деньги. Поэтому, что вам даст это? Конечно, даст возможность заработать деньги. Вот. Вот такую примерно пачку со временем заработаете. Такое количество. Ну а если логически объяснить, то мы с вами разберем все основные этапы продаж. Вы прямо проживете их, прочувствуете за губами души, что такое продаж, что такое суть продаж. У многих людей после этого тренинга менялось представление о жизни, о продаже. На самом деле этот тренинг называется искусство продаж, но я называю этот тренинг искусство жизни, потому что этот тренинг об основном законе вовлечения, о том, как вовлечь кого угодно, когда угодно и куда угодно. Вот о чем этот тренинг. Этот тренинг, он предназначен и для дистрибьюторов MLM, и для агентов по продаже, для всех. Он универсальный, потому что так, как вся жизнь игра вовлечения, то понятно, что эти методы подходят для всех. Когда люди говорят, вот у нас особенность, вот, например, у нас услуги мы продаем, да, а вы для розницы работали, а вы для этих работали. Я людям говорю, да, мой тренинг подходит. Когда они проходят тренинг, у них вопросы отпадают. Они понимают, что на самом деле просто разные ценности у людей. Вот и все. Методика одна и та же. Нет разницы, кому и что продавать, когда знают такое получение. Потому что я делюсь принципами, а не просто шаблоны. Принципы, не тряси. Шаблоны разные. Страховали, а там шаблоны. В рознице другой шаблон. Шаблоны мы разбираем на тренинге. И в ВИП-дне, который будет 4 марта, мы сможем как раз с вами разработать шаблоны именно для того, для вашей организации или для вас лично, для вашей специфики. Но шаблоны всегда накладываются на принцип, а не наоборот. Потому что был простой пример, был такой известный адвокат Плевако в царской России. У него спрашивали журналисты как-то, как вообще вы готовитесь к выступлению. Я пишу свою речь 8 раз. Он говорит, да, круто. И какой раз вы используете выступление первой речи, которая спонтанная, или 8-ю, которая уже отработана. Плевако на это отвечал. Девятую. Потому что если у нас есть шаблоны, в жизни они не повторят. Но если у нас есть принцип, мы всегда создадим правильное действие, которое будет девятое. Не такое, как мы отрабатывали на тренинге. Но благодаря принципу оно будет правильное. Что будет из себя представлять тренинг? Основные темы – это личная самоподготовка. То, что было вчера и сегодня. Более подробно с упражнением. Второе – установление контакта с клиентом. То есть значимость контакта. От контакта зависит 85% успеха в продаже. Очень важная вещь. Как его установить? Как его восстановить? Стоит ли продолжать разговор, если его нет? Что такое постройка присоединения введения? Прием, который увеличивает объем продаж на 300%. Позволяет улучшить взаимопонимание в общении с клиентом, в личной жизни везде. Что такое ценности? Что такое хороший и плохой продавец? Как устроена наша память? Почему она является залогом успешной презентации? Почему через ассоциации, используя ценностные слова клиента, мы можем продать гораздо больше и быстрее? Просто повторяя за ним его слова. И многие другие нюансы. Безусловно, работа с возражением, моя любимая тема и авторская схема бесконечность. Бесконечность, это схема, которая позволяет ответить на любое возражение, гарантирую 100%. Ну и тесты на сделку, тоже такой у меня подход, как вы уже поняли, я людей всегда поднимаю. Все люди, которые приходят на мой тренинг, я всегда их поднимаю. Я не использую такие методики, когда надо, знаете, опустить человека, показать ему глупость, ничтожность или неумение, а потом сказать, вот я такой крутой тренер, я самоутверждаюсь, сейчас я вас научу. Я показываю людям, что в них есть потенциал. Я верю, что в каждом человеке, который хочет учиться, есть зерно, которое мне нужно просто полить, и оно разовьется в прекрасное денежное дерево, если речь идет о бизнесе. Именно при таком подходе, и получается, что каждый человек сам открывает для себя, он сам проживает этот тренинг, и благодаря этому он использует это на практике. Ну и, конечно, будет ВИП-день. ВИП-день это такой день, который не для всех, для тех людей, которые уже опытные больше, которые созрели сейчас к тому, чтобы довести все до конца, поставить жирную точку. Потому что иногда после тренинга бывает что-то осталось недоработанным, что-то человек получил, что-то он решил отработать завтра, послезавтра. Бывает такое, что вы лихотаете. И ВИП-день это когда с вами это будет доработано. Это стоит больше денег, сейчас вы знаете каких, но это, тем не менее, стоит того. Тем более, если вы тренинги проходили уже не раз. В конце концов, однажды нужно заплатить как следует, и чтобы пользоваться этим потом бесплатно всю жизнь. Так вот, по поводу предложения. Комплексное предложение состоит из трех пакетов. Пакет стандарт, ПРО и ВИП. Туда входит тренинг 2-3 марта. Это во все пакеты. Аудиодиск мой, искусство продаж. Это набор историй про Хаджуна Средина, переделанных мною лично под продажей, начитанный мною лично. Обычно он стоит 500 рублей, в данном случае он входит в пакет. Он позволит вам слушать этот аудиодиск в машине или где-то еще в плеере, чтобы вспоминать то, что было на тренинге. Видеозапись вебинара, который был вчера и сегодня, вы получите со слайдами. Она будет продаваться за 2000, она войдет во все три пакета. Дальше. Те, кто покупают пакет ПРО и пакет ВИП, вы получаете четыре коучинг-сессии мои в скайпе по одному часу. Обычная стоимость 15 тысяч рублей. В данном случае это входит в пакет. В пакет стандарт это уже не входит. И ВИП день входит в пакет ПРО. Ну и наконец комплект двух DVD дисков, каждым по три часа примерно записи. Там полностью записан тренинг продаж. Для того, чтобы вы получили полный теперь комплект. У вас будет и видео, и аудио, и живой тренинг пройдете, и вебинар. Что по поводу цен? Более подробно это все изложено на сайте. И вам сейчас Юлия сбросит ссылку, куда вы можете пойти зарегистрироваться. Там же прочитать про эти пакеты поподробнее. Значит, 18 февраля будет обычная цена. Пакет стандарт стоит 15 тысяч рублей. Пакет ПРО 30 тысяч рублей, это включая коучинг. И пакет ВИП, включая ВИП день и диски 60 тысяч рублей. Это с 18 февраля. Но сейчас действуют специальные скидки. Во-первых, они были уже вчера, сегодня они уже не работают. Вчера была скидка 60%. Можно было пойти на тренинг за 5 900, пакет ПРО с коучингом за 11 900 и, соответственно, 23 900. Те, кто вчера эту возможность упустили, у вас есть возможность сегодня. Значит, пакет стандарт сегодня стоит 7 900. Начиная с 18 он будет стоить 15. Это скидка 50%. 50% скидка на все 3 пакета. Пакет ПРО 14 900. 15 тысяч рублей, вы имеете двухдневный тренинг, значит, аудиодиск и 4 скайп-консультации. И ВИП-пакет, третий день включается, плюс еще 9 диски. Вот, все это вместе за 29 900. Ну, могу вам сказать так, что, в принципе, хорошие тренинги по продажам в Москве сами по себе стоят 15-20 тысяч за тренинг, за двудневный. Поэтому, в данном случае, это не обман, это не игра цифрами, это действительно недорого. Действительно, в Москве один тренинг в день, вы можете посмотреть это в интернете, но стоит, ну, в среднем, так, 7 900-8 тысяч. Тут за 7 900 вы получаете реально 2 дня. И плюс еще аудиодиск. Это не шутка. Это не обман, не игра с цифрами. Знаете, завысили, а потом сбросили. То же самое касается, значит, пакета ПРО и пакета ВИП. Так что принимайте решение. У вас есть сегодня до конца дня время. То есть, вот пока идет конференция, вот ссылку вам Юлия сбросила. Я предлагаю вам стать продавцом-дельцом и зарегистрироваться на этот тренинг по этой ссылке. Соответственно, вы сможете это сделать. Дальше. Сейчас я хочу подвести итог тому, что мы разобрали сегодня. И вчера личная самоподготовка, она включает в себя 4 основных этапа. Первый этап. Я супер, компания супер, продукция супер, профессия супер. Дальше. Я орел. Я человек, который ответственный. Я высшие обстоятельства. Орлы плывут, преодолеваем обстоятельства. А что если так, а что если так. И бульдог. Я продаю с первого раза. Вот это то, что мы с вами изучали вчера и сегодня. Я буду вам благодарен, если вы сейчас напишите отзывы, чем вам понравился вебинар, может быть манера подачи, может быть дадите какие-то советы, рекомендации, может быть просто понравился. Содержательная часть, насколько это позволил этот семинар вам, насколько он был практичным. То есть вы делали упражнения, вы отвечали, вы думали, вы вставали, вы действовали, у вас остался сухой остаток. Какой у вас сухой остаток? Что вы знаете вот эту схему, ударили себя в грудь, я супер компания, профессия и так далее, потом расправили руки, орел, а что если так, и бульдог. Вот ваш сухой остаток. Это вы сможете оставить с собой на всю жизнь, через год, через два вас спросят, что там было на семинаре у Дмитрия Семина. ударили в грудь, расправили руки, помахали, сделали бульдог, как говорите. Там было раз, два, три, четыре. Это те самые методы, которые позволяют запомнить. Вот. И если вам понравился вебинар, я прошу вас оставить отзывы в соцсетях. Вот здесь, соответственно, есть ссылки на мое присутствие в соцсетях. И я прошу вас это оставить, я вам буду за это благодарен. Мне очень приятно, когда люди благодарят в частности в соцсетях. Вот. Ну и завершая вебинар, еще раз хочу пригласить вас на семинар. Смотрите в чате ссылки. Буду рад с вами встретиться. Буду рад вас поддержать лично, вживую. Тренинги я проводить очень люблю. И выкладываю всегда на 100%. Ну что ж, спасибо вам еще раз за участие. Желаю вам больших продаж. Желаю вам быть продавцом-дельцом, который продает с первого раза. И желаю вам быть, раз конференция называется «Продавец на миллион», минимум миллионером в долларах. В завершение хочу еще выразить большую благодарность Юлии Нижегородцевой за организацию этой конференции, за то, что она меня пригласила. Мне очень приятно с вами было работать, Юлия. Все было хорошо организовано. Поэтому я буду рад принять участие в будущих конференциях. Желаю вам больших успехов, в частности, в вашем выступлении в Киеве, которое пройдет. И буду рад сотрудничеству. Все, кто хотел бы со мной как-то тоже сотрудничать или поддерживать связь, вы можете обращаться к Юлии или писать мне. Я написал тут свои координаты. Большое вам спасибо за внимание и всего доброго. До новых встреч. Ваш Дмитрий Семин. Субтитры сделал DimaTorzok